В Доме культуры Хутора Дмитриевский собрались жители села, чтобы обсудить проблемы и задать интересующие их вопросы. В сходе участвовали глава администрации Кашхабского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, руководители всех структур здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, правоохранительных органов, прокуратуры и других ведомств. Мероприятие началось с приятного момента. Награждение заведующей Дмитриевской сельской библиотеки Галины Сергеенко дипломом регионального уровня за создание положительного имиджа. Это американский диплом лучшей муниципальной библиотеки года. О работе администрации, проделанной в 2019 году, доложил глава поселения Муртаз Пшизов. Что сделано за 2019 год администрации, было проведено в 80 субботников и чистых четвергов, где проводились мероприятия по расчистке лесополосы, уборке мусора, несанкционированных свалок, скашиванию сольной растительности. Систематически заменяются лампочки уличного освещения. Проведена работа по укреплению берега реки Фарс в районе поселка Дружба, улица Садовая. Своевременно произведен ремонт школ к новому учебному году, а также детских садов, приемы детей. Подготовка смертной расчетной документации СДК хутора Новоалексеевский, аула Хачемзи, для включения также в государственную программу развития культуры и туризма. Установлены дорожные знаки искусственной неровности и светофор в поселке Дружба, по улице Промышленной, напротив детского сада и по улице Центральной. Оформлено право собственности на один объект ЖКХ, пять кладбищ и два памятника. За счет спонсоров в этом году было приобретено 20 приставок для перехода на цифровое ТВ. Проведен капитальный ремонт СДК хутора Дмитриевский, как вы видите, где мы сегодня находимся. Произведен капитальный ремонт памятника в поселке Дружба. Установлена камера видеонаблюдения на здании администрации поселения. Произведен ремонт лицевой части первого этажа фасада здания администрации. Проведена также работа по ликвидации двух несанкционированных свалок в ауле Хачемзи и в хуторе Дмитриевским. Замена входной двери в здании Дома культуры аула Хачемзи. Приобретены и установлены две игровые площадки в поселке Чехрак и в поселке Дружба. Проектирование газопровода в хуторе Красным Фарс. Проектно-смертная документация на замену водопроводных сетей четырех населенных пунктов. Это хутор Дмитриевский, поселок Дружба, поселок Чехрак и хутор Новолексеевский. Произведен также ремонт пешеходных мостов через реку Фарс. И ведется на сегодняшний день еще работа по переселению из ветхого жилья в хуторе Новолексеевском. В завершении глава поселения озвучил основные задачи на 2020 год. Также продолжим увеличение количества светильников для освещения улиц местного значения. Подготовка сметно-расчетной документации сельского дома культура Новолексеевский для включения в государственную программу развития культуры и туризма. Реконструкция автомобильной дороги хутор Дмитриевский, улица Комсомольская протяженностью 439 метров. Подготовка проектно-смертной документации на общественной территории в поселке Дружба. И завершение оформления прав собственности на остальные оставшиеся объекты ЖКГ. Мы сегодня этим уже занимаемся. Я уверен, что мы в этом году или в начале следующего года, так скажем, закончим. И неживание земельных участков по тротуару вдоль дорог регионального значения по поселению. После доклада главы выступил участковый полномоченный полиции. Он рассказал о правонарушениях и преступлениях, совершенных на территории Дмитриевского сельского поселения в 2019 году. За истекший период 2019 года на административном участке номер 60 осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и административными правонарушениями. На территории административного участка проведен ряд комплексных операций. Пробучет улица, розыск, нелегальный мигрант, надзор и другие. С привлечением максимального количества сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности. При проведении данных мероприятий значительное внимание уделяется лицам, состоящим на профилактическом учете. За поведением которых постоянно осуществляется контроль. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения повторных преступлений либо административных правонарушений. Таковых на территории 17, поднадзорных 0, ранее судимых 7, осужденных мерам, не связанным с изоляцией от общества 8. Также участковый говорил о возможных правонарушениях и путях их предупреждения. В завершении своего выступления хочу отметить, что для вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность. Постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушением. Чем больше будет поступать от вас информация о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного порядка, готовящихся к совершенных преступлениях, тем эффективнее будут приниматься меры, реже будут задаваться вопросы, реже была полиция. Только так мы сумеем преодолеть преступность, уберечь себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных посягательствам. На сход был приглашен директор Адыгейского республиканского центра государственной кадастровой оценки Роман Ермолин, который проинформировал население об изменениях и нововведениях в этой сфере. Наделено полномочиями наше учреждение по определению кадастровой стоимости всех объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Адыгея. Кадастровая стоимость объектов до этого периода, до 2019 года, в Адыгее рассчитывалась частными оценщиками, не выигрывали тендеры, аукционы, смотря какой вид земельных или земля, или объекты капитального строительства относились к акценциям. Но сейчас, с 2019 года, создали наше учреждение. В 2020 году мы будем проводить уже по новому закону такие следующие категории земель, как земли промышленности, сельскохозяйственного значения земли и особо охраняемые территории. Значит, сейчас, что мы хотим попросить от вас, принять участие в этом. Разработаны декларации новые, с 5 октября этого года разработали декларации и новый порядок рассмотрения их. У кого-то, если когда-то были спорные вопросы по налогам, землями, с объектами капитального строительства, вы сейчас можете обращаться напрямую к нам или в комитет по имуществу Республики Адыгея. Мы оставим брошюрки, где будут образцы заполнения и какую более подробную информацию, где вы можете получить. Жители села активно принимали участие в обсуждении насущных вопросов. Первой темой стало низкое напряжение электричества в хуторе Дмитриевске. На этот вопрос сразу же ответил представитель энергосети района. По Дмитриевскому всепоселению ко мне подходят люди и говорят, что очень плохое напряжение идет по улице Комсомольской и улице Советской. У нас есть заявка в Дмитриевском, мы в понедельник в бригаду техники будем уезжать по такой же жалобе. А улица Комсомольская и Советская? Давайте я запишу ваши улицы, ваши улицы тоже пройдем, делаем замеры и необходимые мероприятия тоже произведем. Следующий вопрос касался здравоохранения. На поступающие от жителей вопросы отвечал главный врач центральной районы больницы Заур Хашев. У нас нет аптеки. Вот самая ближайшая это Кашиха и Дондуковская. Ну, хотелось бы какую-нибудь здесь организовать. Требования обязательные для исполнения. Одно из которых работник, который будет производить эту отравовку и продажу в Дмитриевске, должен быть, должен быть, сказать, еще и подготовку. И кавказовные требования для доработки. Там этот работник, подходящий в составе штата, это был один определенный человек, который сразу к этому обучению приступить не мог. Сейчас обучение-то уже закончилось, и этот работник имеет соответствующие допуски и сертификаты. В Дмитриевском начнется ближайшее время. На сходе были озвучены и другие немаловажные проблемы, такие как вопрос по открытию нового кладбища, проблема недостаточного освещения улиц, вывоз крупногабаритного мусора. На все эти вопросы глава района дал исчерпывающие ответы. В свою очередь, Заур Хамирзов подробно остановился на тех актуальных задачах, которые сегодня стоят на повестке дня. Кроме того, глава района акцентировал особое внимание на проблеме благоустройства территории. Только непосредственное участие жителей в делах, связанных с содержанием своего дома, своего двора, состоянием своего поселка обеспечивает процветание конкретной территории. Вот почему вся работа органов местного самоуправления по решению проблемных ситуаций должна строиться в непосредственном взаимодействии с обществом, отметил Заур Хамирзов. В завершении схода глава муниципалитета поблагодарил сельчан за поднятые вопросы, за продуктивную беседу и заверил, что все обозначенные проблемы будут проработаны со структурными подразделениями администрации района и по возможности решены.